Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад за всех там увидеть. Ну и также не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, либо на мой телеграм-канал, чтобы не потеряться при блокировке ютуба. Так что там будет вся актуальная информация. Ну что же, сегодня у нас будет интересный момент, это зимнее трансферное окно. Посмотрим, получим ли мы какое-нибудь интересное предложение от команды. Ну и также вот 4 главных номинанта на звание игрока года, который получит золотой мяч 2022 года. Это Киллиан Баппе, Лаутаро Мартинес, Садио Мане и Мохаммед Салах. Как вы понимаете, Хавер Муниус у нас еще до сих пор даже не в номинантах, к сожалению. Но одна из основных целей нашей карьеры, это как раз завоевать золотой мяч. Все-таки мы выиграли уже трофей со сборной, осталось перейти в Мадридский Реал и вроде как, если не ошибаюсь, там выиграть Лигу Чемпионов. Ну и вот золотой мяч. Поэтому мы потихонечку идем к этой цели. Пробежимся давайте по сегодняшним матчам. Давайте как минимум по декабрьским сначала, потому что уж точно мы их доиграем в составе Валенсии. Итак, Вилериал, выездная игра, домашняя против Айка в Лиге Конференции, домашняя против Севильи в чемпионате, выездная против Барселоны тоже в чемпионате и Ассасуна дома. Все. Ну а дальше там уже будет трансферное окно, там уже не знаю, нет смысла пока что на данный момент смотреть расписание, вдруг куда-нибудь мы перейдем. Ну а так, давно я действительно не записывал карьеру. Вот, мы в списке аренды, поэтому будем ждать. И начинаем мы с выездной игры против Вилериала. Дождь на стадионе, поехали. Ну что же, выездная для нас игра. Посмотрим какие задания. Оценка не ниже 7,5. Точные передачи и три перехвата. Давайте вот попробуем точные передачи до 75. Сделать, а там как пойдет. Хорошая передача до нас доходит, а мы смещаемся уже в центр. Муниес. Муниес, ну как он, что творит? Вот что творит этот гений? Еще и голевая. Отлично. Четвертая минута, а мы уже выходим вперед. Никто нас не стал встречать. Мы просто аккуратненько отдали передачу на Ануачу. Будет ли что-то он придумывать? Передача на Пау Тореса вот так прошла. Он отлично заблокировал. И какой голешник. Отлично. Четырнадцатая минута, а у нас уже гол плюс пас. Ануач неплохо. Распадори. Отлично. Набираем ход. Отлично. Обыграли еще и дальние удары. Снова гол. И снова гол, скорее всего. После этого матча я поменяю сложность, чтобы было хоть как-то более-менее реалистично. В других карьерах все-таки поменял. Вот, наверное, настало время и карьеры Замуниаса. И Айоу забивает. 4-0. 73-я минута. Ну что же, на этом заканчивается матч. Наш дубль плюс. Голевая передача. Приносит нам три очка. И разгромная победа на выезде над Вильяреалом. Итак, лучшим игроком признан я. Как я сказал, дубль плюс голевая передача. По заданиям мы выполнили только рейтинг матча. Точной передачи даже, в принципе, стандартную задачу мы не сделали. Тем более, и дополнительную. Ну и ни одного перехвата мы не совершили. Ну что же, включаем мы легендарный уровень сложности. Потому что более-менее, чтобы было как-то реалистично. Посмотрим, что и, в принципе, будет как-то отличаться. Валенция сейчас идет на первом месте. Ее, в принципе, уже никто отсюда не сместит. И я не знаю, честно. Мы, наверное, будем играть со стадией 1-8, а не с 1-16. Вот. Потому что со стадией 1-16 будут играть третьи места Лиги Европы. И как раз вот вторые места в группе Лиги Конференции. Но сейчас у нас тренировка. Быстренько ее симулируем. Итак, в ноябре месяце. Сейчас это вот просто сообщение ушло. В ноябре месяце мы признаны игроком месяца в Ла Лиге. Замечательно. Кто стал игроком года? Внимание. И стал, кстати, Мохаммед Салах. Вот тогда интересно, но допустимо. Кстати, интересно, что именно в FIFA уже буквально тут какой идет второй сезон. Если так мы можем и смотреть. И ни Лионеля Месси, ни Крещену Роналду нету даже в тройке. На звание футболист года. Поэтому вот как-то так. Мы играем против Айка. Они еще точно за собой не застолбили это место. Второе. Поэтому если Азе обыграет Валеренгу, там, наверное, по разнице мячей. Азе еще может пройти Айк. Поэтому посмотрим, как сегодня все сложится. Мы играем на Легенде. Поехали. Итак, оценка. 8,5 не ниже. Два мяча забить. И два удара по воротам. Я даже не знаю, а получится ли. Поэтому давайте лучше удары возьму по воротам. Ух, как еще и форма здесь прямо подставлена. Белые футболки у обеих команд. Только вот черные шорты. По ним только можно определить, где все-таки на поле Валенсия. Но играем мы все-таки против Айка. Не знаю, как получится или нет. Что-то из себя показать. Попробую, может быть, давайте подать-то тогда уже хорошо на Ануачу. Все-таки угловой это наш конек. Угловой это наш конек. 21-ая минута. 1-0 голевая передача. Снова у нас на Ануачу. Ну вот просто шикарно. Просто шикарно. Я действительно не знаю. Напишите в комментариях. Может быть, есть у вас эта информация. Кто больше всего за свою карьеру выдал ассистов. Именно прямым вот этим пасом с углового. Углового. У нас уже, наверное, 4-5 за 2 сезона уже сделано голевых передач таких. Может быть и больше. Я не знаю. Но просто шикарно мы научились исполнять этот стандарт. Выиграем вверх через Распадори. Отлично. И вот здесь еще на Васа отыгрались. И вот так вот вперед. Безофсайдно. Безофсайдно. Забивай Распадори. Забивай. Нет. Но со второй попытки. И все-таки написали. Отлично голевой пас. Я не знаю, засчитают ли его сейчас. Прямо вот при вас хочу это посмотреть. Засчитают ли. Вот. Уровень игры. Уровень игры. И действительно, две голевые мы сейчас отдали. На легенде играем. Просто супер. И вот сюда. Так мощненько попробуем навесить. И это гол. И это третья голевая передача за матч. Агуэрт у нас поразил ворота Айка. 3-0. И вторая голевая передача в сегодняшнем матче. Прямым навесом с углового флажка. Если можно так выразиться. Подача с углового. И уже две голевые передачи. Именно с этой точки мы за сегодня отдали. Просто замечательно. Так что пока что будем пробовать. На легенде играть. Ну вот. Просто забить. Есть. Есть. Взятие нашего рота. И это наш первый гол. В сегодняшней встрече. 4-0. 4-0. Мунис поучаствовал во всех четырех голах. На данный момент в этом матче. Три голевые. И вот он первый гол в этой игре. И забивает еще и Распадори. Бежал я. Мне была задача забить сегодня дубль. Не получилось. А вот пятый мяч забивает Распадори. Так. А может у нас все-таки получится-то забить дубль. Почему бы и нет? Нет. Арбитр не дает просто продолжить этот матч. 5-0. Мы разгромили Айк у себя дома. Поучаствовали почти во всех забитых мячах. Три голевые. Один гол. Не знаю, кто станет лучшим игроком. Давайте сейчас посмотрим. Ну, лучшим признан я. Гол плюс 3. Голевые передачи. Распадори тоже неплохо. Забил дубль. Но вот дубль желательно было забить нам. Потому что задача тренера была именно у нас такая. Ну что же. По заданиям выполнили рейтинг матча. И удары в створ. 4 удара. Мы еще и дополнительную задачу сделали. Но вот не получилось забить дубль. Но все-таки, мне кажется, тоже неплохо. 4 результативных действия мы делали за матч. Ну что же. В любом случае. Хоть и проиграл Айк нам 5-0. Это не хватило АЗ. Они и победили. Причем 2-0 Валеренгу. Не получилось им обогнать. Айк. Я не знаю по какому здесь показателю. По забитым мячам может быть не хватило немножко. Либо по очным встречам. Айк 2-1 обыграл. АЗ. И. И, и, и. Так. Айк обыграл АЗ. 2-1. И дальше. Ну кстати нет. Там Айк 3-2. Но я не знаю здесь как. Поэтому. Вот это трудно судить. Но вот не получилось. Не получилось. Можем кстати. Хотя и не можем. Мне сейчас просто я даже не знаю какой наш возможный соперник. Потому что мы будем встречаться с командой наверное из вот этого противостояния. Третье место Лиги Европы против второго места Лиги Конференции. Мы не будем играть с первыми местами Лиги Конференции. Поэтому вот нам как-то вот здесь уж повезло. Поэтому жеребьевка мне кажется там чуть-чуть будет попозже. Ну что же. Сейчас у нас домашняя игра против Севилья. У нас лидерство в 11 очков над Мадридским Реалом в чемпионате. Но это так же было как и в прошлом сезоне. А зимой нам пришло предложение от Марселя. Мы не смогли им отказать. И стали чемпионами Франции. Обладателями Лиги Европы. Если я не ошибаюсь. Лиги именно Европы. Как. Давайте вот сейчас посмотрим. Что-то я уже запамятовал. Да. Победители Лиги Европы выиграли и Кубок Франции. Поэтому вот как-то так посмотрим. Получится ли у нас до конца сезона пробыть в Валенсии. Либо все-таки получим какое-то предложение. Ну а пока что матч. Валенсия против Севильи. Снова дождь. Начинаем. Итак. Задание. Отдайте голевую передачу. 5 передач на половине поля соперника. Либо оценка не ниже 7 и 5. Давайте попробуем 10 передач на чужой половине отдать. Потому что я не уверен, что на Легенде будет так легко играть против Севильи. И мы пропускаем. Восьмая минута. И Севилья открывает счет. Забивает Сусо. Этим пасом Кунде. Мы проходим Кунде. И не забили. И не забили мы сейчас. Но нет. Атака продолжалась. Нет. Арбитр не дает продолжить нам этот матч. И поражение. Домашнее поражение против Севильи. Мы быстро пропустили гол. А лучшим игроком, естественно, мы сегодня не станем. Да и в принципе в команде я не знаю, кто там у нас лучший игрок. Так. Как-то странно, что меня сейчас показывают здесь. Вот. Ну а так Закария идет. Джику. Вас даже лучше нас отыграл. Распадори. Мы где-то там вот в топ-5. Ну и давайте посмотрим по Икс-Дши. У Севильи 0.6. У нас 4.2. Но побеждает Севилья. Итак, по заданиям мы не сделали рейтинг матча, но сделали 6 передач на половине поля соперника. Дополнительную задачу мы не выполнили и не отдали ни одной голевой передачи. Ну что же, прошла жеребьевка 1-8 финала Лиги Чемпионов предварительных раундов Лиги Европы и Лиги Конференции. Давайте быстренько пробежимся. Марсель, кстати, наш бывший, так сказать, клуб. С первого места вышли из группы с Интером и Баварией. Вот как-то так. И попались на вроде как хорошего соперника Ливергузинский Байер. Если не ошибаюсь, мы играли с ними даже в прошлом году в плей-офф Лиги Европы. Но могу ошибаться. Бенфика против Риала. Аталанта против Манчестер Сити. Боруссия против Ливерпуля. Вот так вот клуб встретится против своей бывшей команды. Челси против Атлетика тоже интересно. Латсо, Манчестер Юнайтед. Спортинг, Барселона. Это Интер-ПСЖ. Предварительный раунд. Здесь встречаются вторые места Лиги. Третьи места Лиги Чемпионов. И вторые места Лиги Европы. Прошу прощения. Я так понимаю, справа у нас идут команды. Именно как гости из Лиги Чемпионов. Потому что Бавария, например. Про другие, я не знаю. Здесь, например, Вольсбург и Лестер. Да, Лестер слева и Вольсбург. Значит, так и есть. Лестер-Наполи. Интересно, в принципе. Это сейчас в реальном времени так было на групповом этапе Лиги Европы. ПСВ Брюге. Монако-Бавария. Тоже интересно. Миддлэнд-Спартак. У Спартака неплохие шансы. Ювентус-Фейнорд. Славия-Лион. Вольсбург против Киевского Динамо. И Аякс-Хофенхайм. Ну и теперь. Третьи места Лиги Европы. Против вторых места Лиги Конференции. Айк-Селтик. Утрих-Ференсвараш. Антверб. Рэдбул Зальцбург. Фенербахче. Чарли Рой. Бешекташ. У нее Краковья. Как-то так там вроде она читается. Лич Познан против Лузерна. Айек из Афин против Апуэля. И ФКСБ. Это румынский клуб. Против Андерлехта. Ну Айк наш. Как мы видим из нашей группы. Будет выступать против Селтика. Ну что же. Сейчас у нас выездная игра. Против Барселоны. Первая строчка играет. Против четвертая. У нас хорошее пока что лидерство. Восемь очков. Но вот так сказать последнее поражение от Севильи. Это плохой конечно знак. А тут еще и Барселона. Поэтому сейчас в принципе наша серия может по проигранным матчам увеличиться. Не хочу чтобы так произошло. Поэтому давайте отправляться на игру. И будем стараться как минимум сыграть в ничью с Барселоной. Все таки выездная игра. Еще и в дождливую погоду будет опасно. Играть против такой сильной команды. Поехали. Ну что же. Мы на Камп Ноу в городе Барселона. Каталония. Так. Задание. Перехваты. Голы. Я не знаю насчет с этих голов. Давайте лучше оценку попробую взять. Потому что не факт что у меня что-то получится сделать. Но все таки в этом матче мы будем играть именно на голы. Раз задача у нас стоит от тренера забить гол. Нежели чем отдать голевые передачи. Поэтому где-то будем на себя брать игру. Так. Ну здесь вроде как и нарушение можно было ставить. Ануачу. Хорошая передача на меня. И. И 1-0. Мы забиваем ворота Барселоны на выезде. Отлично. Так же было и в прошлом сезоне. Мы за первые полгода в Валенсии. Успели и забить Мадридскому Реалу и так же Барселоне. Но. Это все таки было на мировом уровне. Здесь все таки уже на легенде. Поэтому. Все супер. Вы посмотрите как. Раскатали Ануачу. Нас увидел. И главное что получилось пробить. Как-то подстроился так отлично. Рабочей ногой. Ну и замечательно пробил. Так что Хавьер Мунис забивает очередной гол в составе Валенсии. Ну и вот главное что забил на выезде очень важный гол. 23-й гол Хавьера Муниса в 18 матчах Ла Лиги Сантандер. Обычными финтами их не пройдешь. Гризман. Гризман с мячом. Передача в центр через Пьянич. И Пьянич удар. И это 1-1. 30-я минута. Миралем Пьянич сравнивает счет. Но в атаке до сих пор Валенсии нет. Арбитр не дает продолжить игру. Матч заканчивается со счетом 1-1. Мунис отличился с забитым мячом. Были конечно моменты. Я бы сейчас хотел все-таки посмотреть по ХГ. Я стал игроком матча. 8-0 у меня оценка. Задачу основную по оценке я получил. Но не получилось перевыполнить ее. Если можно так сказать. Доработать. Кстати по ХГ Барселона должна была выигрывать. Как мы видим. Но все-таки удаление Дембеле сказывается по игре. Ну и вот по заданиям. Не выполнили мы только прессинг в атаке. Ни одного перехвата мы не совершили. Оценка 8-0. Надо было 9-0 чтобы получить еще и 1000 опыта. Но вот забили гол. И сделали основное задание по оценке. Так. А нам приходит предложение. Из Фейнорда. Интересно. В Голландию нам предлагают перейти. Давайте я просто хотя бы посмотрю. Что там сейчас происходит в Голландской лиге. Потому что сейчас там Фейнорд действительно идет на первых местах. В топ-3. Там я не знаю в топ-2. Сейчас там посмотрим и на по отставанию. Еще интересно. Фейнорд идет на третьем месте. Вот. И в принципе как бы какую-никакую. Но борьбу может навязать. Еще бы я бы хотел бы сейчас посмотреть тогда по Еврокубкам. Что из себя в принципе сейчас представляет. Фейнорд. Фейнорд. Здесь Утрихот у нас. Так. Я не знаю. Может быть сразу здесь как-нибудь. Мы пробежимся. Фейнорд. Поищем Фейнорд. Так. Ну. В Лиге конференции его нету сейчас. Здесь ПСВ. Я вижу. Аякс. Именно. А. Вот Фейнор. Да. Они играют. Ну. Представляете. Они-то играют против Ювентуса. В Лиге Европы. А мы. А мы. А мы в Лиге конференции вообще. Да. Вроде. Ох. Ну. Вот это вот трудное решение. Я пока что честно не знаю. Честно не знаю. Что у меня в принципе там по контракту. Так. Здесь. Не здесь вроде это даже. Смотри. Сейчас посмотрим. Сколько я получаю? Я получаю 10 тысяч евро в неделю. В составе Валенсии. Перейдя в Голландию. Я может быть что-то. Понятно что Еврокубок уже не выиграю никакой. А с Фейнордом. Но как минимум чемпионат Голландии я бы постарался выиграть. Поэтому вот эта вот аренда мне может быть что-то бы дойдала. Поэтому я бы наверное бы все-таки перешел. Чисто ради того чтобы. Хотя я не знаю. Хотя. Давайте я пожалуй отклоню. Объясню почему. В том факторе что я уже победитель чемпионата мира. Это раз. Выиграл Лигу Европы. Чемпионат Франции. Кубок Франции. Сейчас. В хорошей форме иду с Валенсии. И там в Лиге Европы мы дальше. Или в Лиге Конференции. Я уже не помню где мы там. В Лиге Конференции вроде. Поэтому я пожалуй отклоню. Предложение от Голландии. Не мой так сказать уровень. В Португалию. Еще может быть я бы поехал. Но вот не в Голландию. В Голландию максимум я бы поехал бы в Аякс. Вот как-то так. Тоже надо знать как бы себе цену. Если можно так сказать. Кто-то может быть сейчас напишет что зажрался. Вроде хорошая команда. Предложила. Но нет ребят. Но нет. Почему-то вот как-то ну не мое. Не лежит туда душа и сердце. Поэтому вот. Так. Ну тут до сих пор пишут про сборную ИФА. Еще полузащитники. Это Фабинио Баррелла де Йонг Канте. Вот. Тут про то что Фейнорт. Надеется на то что мы придем к ним в краткосрочную аренду. Я отклонил. Так. В принципе вот. У меня все до сих пор стоит в списке аренды. Но. Пока что я ничего такого не получаю. Где-то я сейчас увидел новости какие-то. Почему. Там про меня же прям писали. Я не знаю. Это куда новость-то пропала. Сейчас буквально это была новость. Я не знаю. Может быть вот здесь. Нет. Это матч Валенсия Сосуна. Это что вот здесь может. Тоже нет. Это мадридское дерби. Там было что-то про мое историческое свершение. Которое на пороге исторического свершения. Так что я там что-то могу сделать. Но не понял что. Так. Что у нас там в принципе-то по календарю. Завтра у нас как вы видите стартует зимнее трансферное окно. Ну и там у нас кстати снова. Вот такой плотный график. В один месяц мы играем против Реала и против Барселоны. Поэтому сегодня очень прям насыщенный выпуск. Но пока что мы доиграем с Сосуной. А там посмотрим. Я только что был на шаге в переход в голландский чемпионат. Но решил все-таки остаться с Валенсией. Ну что же. Валенсия против Сосуны. Поехали. Ну что же. Матч. Который сильно ничего не значит. Так. Оценочка 7.5. Командное владение и успешные навесы. Ух. Давайте оценочку попробуем. Но я понимаю что теперь в этом матче от меня не требует ни голов. Ни голевых передач. Поэтому просто командное владение и успешные навесы. Отлично. Мунис как сейчас прошел. И подача на Ануачу. Отлично. Просто выполнили все. От меня просили успешные навесы. Вот они вам успешные навесы. Не просто голевая передача. Еще есть навес она. Замечательно. Остановили. Увидели забегание Ануачу. Мы практически уже навесили. Ворот осталось просто там замкнуть. Ну подача. Вы просто посмотрите какая шикарная. Мне кажется даже если Ануачу бы ее не тронул. Мяч бы сам бы залетел в ворота. Ну очень хорошая подача. Это мы просто мастер своего дела. Ну вот и Ануачу забил кстати 10-й уже гол в 18 матчах этого сезона. Ануачу. И как же шикарно нас сейчас вывели. И это гол. Просто подцепили этот мяч. Гол плюс пас сейчас у... Хавьера Муниса за 53 минуты матча. Валенсия Асасуна. Закария. И на Ануачу голевая еще одна. Здесь уже просто с передачи. Поэтому дубль у Ануачу. У нас один гол. Что у нас сейчас там в принципе по заданиям давайте тоже посмотрим. Все супер кстати. Мы по всем трем выполняем все. Поэтому сейчас будем стараться еще за оставшееся время забить гол. А если забьем будем дальше стараться делать голевые передачи. Пока что работаем как-то так. Ускоряется в атаку. Никто его не встречает. Он уже в штрафной площади. Отлично как разобрался. Но здесь уже и Ми хорошо отыграл в обороне. Айо Распадори 4-0. Вот так вот раскатали оборону Асасуны. И все. Финальный свисток 4-0. Валенсия разгромила Асасуну в последнем матче. В каком там 2022 году. Или 2023 уже. Если честно не помню. Гол плюс 2 голевые у меня за матч. Я становлюсь игроком матча. В средний матч да. В 2022 году. 31 декабря мы отыграли. Поэтому все супер. Ну что же. Сделали мы все 3 задания. И рейтинг матча. И дополнительную даже задачу. И ровно 60% владения мячом. И 100% у нас навесы. Ну что же. Пока что никаких предложений мы больше не получаем. Зайдем в клубные новости. Может быть что-то там пишут. Я кстати признан игроком месяца в декабре. Вот так да. Также был Сусей Севелик. Именно из Атлетика Мадрид. И Ануачо. Также из Валенсии. Но стал лучшим игроком месяца я. Вот. Ну а пока что. Единственное предложение у нас было это Фейнор. И кстати Махмуд Дауд. Присоединяется к Валенсии. Вот так. Еще и Робби Кюрин. Правый защитник. Молодой. Поэтому будем рады. Видеть усиление. Ну а сейчас у нас выездная игра против Мадридского Реала. Первая строчка против второй. Лидерство у нас в 9 очков. Ну вот. Посмотрим что из этого у нас выйдет. А может быть именно после этого матча нас и решит подписать Мадридский Реал. Кто знает. Кто знает. Давайте будем начинать. Итак. Сантьяго Бернабео. Стадион на котором мы мечтаем играть с самого детства. Задача. Оценка 7.5. Успешные навесы снова и голевые передачи. Давайте попробуем взять успешные навесы. Вот. Именно здесь мой отец играл после перехода из Нью-Касла в Мадридский Реал Сантьяго Муниас. Но теперь Хавьер Муниас стремится к этой мечте и будет прилагать все усилия, чтобы сделать этот легендарный переход. Снова офсайд. Снова офсайд и ничья. 0-0. Реал теряет, можно так сказать, очки. Но, точнее, не выявляется явного фаворита. Сейчас между первой и второй строчкой расходятся команды миром. Лучшим стал, я не знаю, кто там, кстати, игроком. Так. Сейчас посмотрим. Вставим Мадридский Реал, скорее всего, кто-то. Хотя нет. Нет. Встал. Типа Гуртуа. 7.7 оценку он получил. Сколько сейвов? Ни сюда нажал. Сколько сейвов на его счету? 5 ударов. 2 в створ. 2 сейва всего лишь делал. Ну, вот как-то так. Ну, ни одного удара вообще не нанес Мадридский Реал. Полностью матч был за Валенсии. Мы на два мяча вот наиграли. Ни одно задание мы не сделали. Все три минуса. Получили не ниже 7.5. Мы ровно 7.5 получили. Ни одного навеса. Этого фильма вообще мы не сделали. Ну и ни одной голевой передачи. Ну что же. Дошли мы до игры с Малеркой. Это предпоследняя вроде игра на сегодняшнем стриме. Хотя нет. Вот еще кубковая игра появилась здесь с Реал с Осидадом. Я не знаю, какая это стадия. Там одной восьмой может быть. Одной шестнадцатой. Так что, ну, получается еще три матча у нас с вами в сегодняшнем выпуске. Я думал, два останется. Итак, 8 очков лидерства у нас. Атлетика Мадрид обогнали. Мадридский Реал в турнирные таблицы. Теперь 8 очков у нас лидерства. Играем против Малерки. Они идут на девятой строчке, но мы играем дома. Поэтому посмотрим. Никаких почему-то больше предложений по аренде мы не получали. Странно, но да ладно. Поехали. Итак, Валенсия против Малерки. Задание не ниже 8.5. Получить оценку. Сделать 10 передач. Забить гол за пределы штрафа. Давайте попробуем 15 передач. Сделать за этот матч. Как минимум, это не на чужом поле соперника. Половине соперника. Поэтому будем просто как-то фармить. Сейчас их, надеюсь, даже специально не придется. Будем просто расписовываться с партнерами. У Валенсии что они делают? Отличная передача. Закария. Мунис. Решай. Есть. Просто вырванный мяч. Вырванная победа. Мунис забивает решающий гол. Победный гол. Ворота Малерки. И вырывает победу на 92-й уже дополнительной минуте. 25-й гол в 21-м матче. В 21-м матче Ла Лиги Сентандер. Ну и Мунис снова забивает. Скорее всего, сейчас получит звание лучшего игрока матча. По оценке, ну, кстати, нет. Наверное, вратарь. Малерки. Да, Грейв. 9-9. Получает звание лучшего игрока. Итак, не выполнили мы только одну задачу. Это гол дальними ударами. Вот. Ну а так, 14 передачи дали. Немножко не хватило до дополнительной задачи. Ну и оценку получили выше нужной. Ну что же, снова мы играем против Барселоны. Снова в рамках чемпионата Испании. Сейчас посмотрим, что у нас по трансферам. Тут про Бланку говорят, что Мальмо как-то не заинтересовали. Именно в Швецию. Ну вот, Бланк еще остается у нас. Поэтому Валенсия против Барселоны. Все так же у нас 8 очков лидерства. Теперь мы уже играем дома. Поехали. Ну что же, Валенсия-Барселона. Ла Лига Сантандер. Оценка не ниже 7-5. Точные передачи. Так. И гол. Ну, значит, давайте будем пробовать точные передачи. Так, Морес разгоняет атаку. Ну, нужно же забивать Распадори. 1-0. Голевая моя передача на него. 60-я минута. Ну, круто. Ну, просто круто. Долго, конечно, так крутил-вертел. Но все-таки забил Распадори. Свой 9-й гол в 20-м матче Ла Лиги. И забивает Барселона. 79-я минута. Кун Агуэро сравнивает счет в этом матче. И все. Финальный свисток. Снова у нас голевая ничья с Барселоной. 1-1. В этом матче забить у меня не получилось. Но получилось отдать голевую передачу на Распадори. Ну, и Кун Агуэро сравнял счет. Лучшим у нас стал Распадори. У него 8-5 оценка. Но лучшим у Барселоны, в принципе, в матче стал Кун Агуэро. 10-0 у него оценка. По XG мы даже на гол этот свой не наиграли. У нас 0,1. А Барселона наиграла на 3 мяча. Поэтому, ну, просто повезло то, что сыграли с ними в ничью. Итак, не сделали мы 2 задания. Оценку получили 7-5. Хотя точную передачу 83%. Ну и не забили гол. Ну что же, я так понимаю, последняя игра на сегодня. Я не знаю, если мы выйдем в 1-8, то появится ли еще у нас один матч или нет. Но Валенсия против Релси Сидада. 1-16 Кубка Испании. Мы играем дома. Дождь на стадионе. По форме, я не знаю, все будет, наверное, нормально. Поехали. Итак, задание на этот матч. Оценка ниже 7-5. Успешные навесы. Снова и перехваты. Давайте попробуем навесы поделать. Раз будут просить, значит, будем играть через фланг без смещения в центр. И мы пропускаем. Десятая минута. Вообще не видел, как это, что там произошло. Давайте вот этого повтора мы посмотрим. Вот здесь отлично сыграл Сильси. Но здесь, естественно, вот добивание у Эрзабаля. И мы проигрываем у себя дома. Неплохая передача здесь. Распадорий прострел. Но там никто не смог почему-то отыграть. А у нас получится ли? Какой голешник? А 1-1. Мы забиваем и сравниваем счет. Но почему-то вот за мячом он не побежал у нас. Но да ладно. Но гол просто умопомрачительный. Вы посмотрите, как из-за предела штрафной и в самую девятку прицельный удар. И счет 1-1. И мы пропускаем. Гуриди или Гурди забивает. Гуриди вроде, да. И счет у нас 2-1. До конца встречи. А ну а чу. И забивать. Гуэдыш! Какая голевая передача и какой гол. Сравнивает наш капитан счет. В дальнюю девятку у него очень хорошо получилось пробить. И мы снова в игре. И все. Финальный свисток. Будет сейчас скорее всего дополнительное время. Либо же сразу серия пенальти. Не, дополнительное время. И. И снова мы забиваем дубль. Дубль наш в ворота Реал Соседада в 1-16 кубка Испании. И скорее всего мы уже точно будем в 1-8. И все. Финальный свисток. С счетом 3-2. Валенсия переигрывает Реал Соседад. Дубль плюс 1-1 голевая передача смогла принести пользу команде. И благодаря этому мы вышли в 1-8. Дважды мы отыгрывались по ходу матча. Но вот в дополнительное время нам удалось забить решающий гол. Он стал еще и победным. Все супер. Выполнили только задачу по рейтингу матча. Ни одного вроде мы навеса не сделали. Ну и вот 3 перехвата совершили. А надо было 4. Ну что же. Как я и говорил. Скорее всего вот в эти последние даты января нам поставят следующую кубковую игру. И это уже 1-8 против Вильяреала. Которые совсем недавно. Для меня это в сегодняшнюю ночь. Обыграли Баварию. Ну как обыграли. Прошли. Так будет сказать точнее. Выиграли они их в первом матче. Сегодня была ответная игра. Сыграли в ничью 1-1. И Вильяреал вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. С чем мы их и поздравляем. Ну а сейчас у нас 1-8. Валенсия против Вильяреала. Не знаю на самом деле. Сейчас надо по составу посмотреть. А Сэнхо. Манди знаю. Пау Тореса. Пареха. Морена. Я надеюсь это же не Жерар Морена у них сейчас в опорке. Вот. А Ману Трегерас. Как вроде он вообще центральный полузыщетник. Почему-то слева. Марланаса вроде знаю. Но тут мне кажется почему-то Морена. Ну буду надеяться что это не тот. Центральный нападающий. Который играет сейчас в опорке. Очень странно. Наш состав на ваших кранах. Мы заряжены. Поехали. Ну что же. Мы дома. Стадио Мисталья. Приветствует Валенсию против Вильяреала. Итак. Оценка. Голевую передачу. Командное владение мячом. Давайте оценку будем пробовать. Понятно что я сейчас буду стараться отдать голевую передачу. Но. Мне кажется. Несколько голевых передач за матч. А следующая задача. Это командное владение. Я за это не могу быть точно уверен. Но вот оценку. Можно будет как-то сделать. Передача на Пареха. Прошла здесь Джерар Морено. Пас на пустые. И забивает. Забивает Вильяреал. 72 минута матча. Он ТВ раз открывает счет в сегодняшней встрече. А у нас явных моментов как таковых то и не было. Чтобы как-то противопоставить этому сопернику. И скорее всего да. Это поражение. И все. На этом все. Мы вылетаем из Кубка Испании. Вот ради чего боролись мы против Риал Соседада. Ради того чтобы скорее всего вот так вот минимально вылететь от Вильяреала на стадии 1-8 Кубка Испании. Лучшим игроком признан Хавьер Антеверас. Как раз он и забил этот единственный гол. Ну и даже по владению. Вы просто посмотрите. Давно такого не было. 72 на 28 процента. Владения мечом. Ни одного ожидаемого гола у нас не было. Вот что и значит. Итак не выполнили мы ни одно задание. Ни рейтинг матча. 7-1 мы получили. Ни командное владение. Ну вообще просили 55. Мы на 28 процентов сыграли. Ужас просто. Ну что же. Остается у нас последний час трансферного окна. Зимнего трансферного окна. И никаких мы больше предложений по аренде не получали. Единственное вот предложение было от Фейнорда. Которое мы отклонили. Решили что все таки не стоит туда идти. Хотя надо было. Скорее всего надо было. Но мне все таки хочется провести полноценный наконец сезон Валенсии. Не знаю буду ли я уходить или нет. По итогу сезона вы об этом напишите обязательно в комментариях. Стоит нам или нет. Потому что максимальный рейтинг в команде 86. Вот. На своей позиции мы даже проигрываем ее. Поэтому-то я в принципе аренды-то и запрашиваю. Вот. Но Мунис 80 рейтинг. Гуэдыш 85. Далеко нам еще конечно. Ну что же. Январь. Кандидат и название игрока был Сауль. Вирман. Агуэра. И мы. Но лучшим стал Сауль из Атлетика Мадрид. Вот. Я честно ну как бы ничего сказать-то я не могу. Потому что я не знаю какие у него результаты были. Но как минимум то что мы были номинированы это уже даже хорошо. На этом все. Ребят всем спасибо большое кто посмотрел этот ролик. Как вы видите сейчас у нас минимальное лидерство. Такое вот в 3 очка. Надо Атлетика Мадрид. Но еще и матч у нас в запасе. Поэтому будем стараться сейчас снова сделать разницу в 6 очков. Правда Севиле-то мы как раз и проигрывали последний раз. Вот. Правда мы играли дома и они нас обыграли со счетом 1-0. Это было в как видите в декабре. Да. В декабре. Поэтому посмотрим что из этого у нас выйдет. Остаемся дальше Валенсии. Закончим здесь сезон. Но обязательно уже можете прямо сейчас писать стоит ли нам уходить из Валенсии. Либо стоит еще остаться уже получается на третий сезон в составе Валенсии. Ну с вами был Андрей. Канал Футбол это жизнь. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. До новых встреч друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok